Дмитрий Крунов 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 Мне нравятся книги, мне нравятся концерты музыкальные, я буду писать только про них. Нет. Если ты работаешь в каком-то издании, в первую очередь это выполнение редакционного задания. Каким бы это издательство, издание не было. Это может быть «Коммерсант», это может быть «Раменский родник», это может быть «Жуковский авиаград», это может быть «Парламентская газета». Всегда есть пул редакционных заданий, которые ты обязан выполнять. Я всегда советую, попробуйте писать о чем-то вам совсем неинтересном. То есть начать наоборот именно. Да. Писать об интересном просто. Я сама, когда выпускала свои материалы, у меня были огромные по знакам, по странице материалы, которые я выпускала просто за час. Я была вдохновлена, мне это нравилось. Я, вау, все, вот, вся я. А бывали материалы размером с полстраницы вордовской, которые я писала по 4-5 дней. Потому что, ну, тебе неинтересно. Так бывает, и это нормально в работе журналиста. И когда тебе неинтересно, писать сложнее. Но еще сложнее сделать так, чтобы твой читатель не понял, что тебе было неинтересно. Это важно. И у журналиста, у хорошего журналиста это получается. Поэтому ребятам, которые хотят себя попробовать, в первую очередь я бы посоветовала действительно, пишите о неинтересном. Попробуйте написать репортаж про приготовление вашей бабушкой борща. Вот вы тысячу раз видели это действие. Вам уже оно неинтересно. А может быть вашим читателям будет интересно. Они такой рецепт никогда не видели. Или напишите, интересно, а неинтересно. Настя, смотри, ну ты же вот говоришь начинающих журналистов. Ты же сама с ними столкнулась в том плане, что в рамках информагентства у тебя была школа юного журналиста. Вот расскажи, там-то ребята с горящими глазами, или там ребята, наоборот, те, которые вот пришли, да мы хотим просто хайпануть, и все. Школу журналистов я вела со своей коллегой Еленой Труссилиной. То есть я ребятам преподавала как основное свое направление это что такое новости и новостная повестка, потому что в этом я действительно хорошо разбираюсь в заголовках и прочем, когда есть настроение, честно. Знаешь, у меня за полтора года в сопровождении руководства, наверное, молодежной редакции, три человека, даже два, с действительно горящими к журналистике глазами. Это Даша Артемова, привет большой, и Илья Щедрин. Ребята, которые на протяжении всего этого времени действительно хотели, то есть Даша даже, Илья, они пытались найти гостей, что-то написать, а может про это. Как все дети, да, не без лени на самом деле, то есть школьники, там Илья уже студент, я понимаю, что учиться и что-то делать тяжело, но у них горели глаза. То есть им было интересно, они прям хочу, 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 хочу. Я всегда говорила, что работе в нашем информагентстве я благодарна, наверное, в трех вещах. Я узнала о том, что я действительно могу писать интересно, а не интересно, потому что когда я отбирала материалы за полтора года, их было много, более 500 штук, 500 статей разного формата, я поняла, что у меня очень много материалов, которые я бы поместила в свою портфолио, при условии, что там, ну, 4, наверное, в каждой теме надо было поместить. Я благодарна тому, что научилась писать неинтересно, точнее, интересно, а неинтересно, и тому, что я научилась работать на радио. Когда я пришла, мне очень сложно было выходить в прямой эфир. Я боялась, я думала, что вот я что-то скажу не так, мне не получится, мне там надо готовиться, досконально расписывать свои реплики. А потом, спустя полгода, я поняла, что вот у меня интервью в 6 часов вечера, да, да я даже вопросы не писала. Я знаю, что я буду спрашивать. Я стала быстрее об этом думать, быстрее соображать. И самое главное, я сама по себе, по жизни очень зажатый человек. Мне сложно общаться с незнакомцами, я всегда боюсь. Мне кажется, что на меня как-то странно смотрят или еще что-то. Но это из детства. Благодаря работе в нашем информагентстве я научилась тому, чтобы не бояться. И сейчас для меня каждый незнакомый человек – это как потенциальный близкий товарищ, с кем я могу разговариваться, задать какие-то свои вопросы. И мне всегда ответят. Не только по долгу службы, потому что люди, ну, в принципе, готовы отвечать, если это не выходит за рамки каких-то элементарных приличий, не только журналистских, человеческих. То есть если ты с человеком спокойно и не задаешь ему камерные вопросы, там, как у тебя, сколько ты зарабатываешь, кто-то и ответит тебе на вопрос, сколько ты зарабатываешь. Но чаще всего человек промолчит, потому что, когда тебя видят в первый раз, для него этот вопрос некомфортный. То есть я бы хотела, чтобы меня спросили про меня. Я все это поняла, усвоила, и мне это в жизни помогает. То есть журналистика дает не только профессиональный какой-то карьерный старт или еще что-то, она помогает очень круто себя поставить в жизни. То есть научить тебя разговаривать с незнакомцами, проходить там какие-то интервью, общаться. Я защищала во время самоизоляции реферат весной в институте, и у меня преподавательница, которая преподает разные предметы, начиная с первого курса, говорит, ты знаешь, вот жалко, что на первом курсе я не записала твое выступление. Это два абсолютно разных человека. На весах тогда. Потому что, да, ты научилась разговаривать, научилась подавать материал. В этом плюс работы журналиста. Ты учишься говорить, хотя бы просто чтобы говорить. Ты как думаешь, и даже вот телезрители, которые нас увидят, потому что я знаю, что многие, большинство считают, что журналистика настоящая, именно издательская, она умирает, и блогинг, тикток, вот это все, что сейчас популярно, берет вверх. Скажи, пожалуйста, ты с этим согласна, и за счет чего журналистика классическая должна держаться на плаву, вот твое мнение? Я не согласна с этим утверждением, но я могу сказать одно сейчас. Журналистику душат, это правда. Социальные сети, блогинг, все это душат. Классическую журналистику, да, газетную, тележурналистику. Мы всегда идем бок о бок. Но при всем при этом, да, может быть, сейчас меньше читают газеты. Честно, меньше. То есть я могу сказать, что я читаю две. Это литературная газета, потому что мне интересно по профессии, и московский комсомолец. Ну, его я читаю просто вот, просто чтобы читать. Сейчас я сталкиваюсь с мнением, что зачем читать твои статьи? Говорю, подумать о чем. Ну, то есть у меня друзья всегда шутили. Ты писала про сельское хозяйство. Да, писала. И честно, ребята, это очень круто, потому что, когда ты приезжаешь на ферму, видишь кучу коров и коз, и ты прям, они лезут к тебе на руки, это непередаваемое ощущение. Вот кто бы мне что ни говорил. Я до сих пор общаюсь с фермерами, с которыми я столкнулась по работе. И фермерство это очень круто. Я в какой-то момент загорелась сама. Открыть ферму. Просто нету денег. Но когда-нибудь я накоплю и открою свою ферму. Ферма это круто. И об этом я хочу, чтобы люди думали, читая мои материалы, что, ну да, сложно, вот пчеловодство это сложно. А во сколько плюсов? Один укус пчелы в клинике стоит 500 рублей. Пчеловодство получает бесплатно. Как так? Журналистика круто, потому что ты встречаешься с новыми людьми. Ты знакомишься, ты общаешься, ты находишь единомышленников. Вот твои коллеги, это всегда твои единомышленники. А еще журналистика круто, потому что ты развиваешь свой язык. Как говорили мои учителя в школе, ой, ваше поколение уже не знает, как разговаривать. Мое еще поколение. Мы толком с телефонами-то не росли. Сейчас, смотря на своего младшего брата, я понимаю, что да, дети читать начинают рано, а писать не умеют составлять красиво предложения, как нас учили в школе. Наверное, для этого еще нужна журналистика. Чтобы люди, читая, развивали свой слог. И чтобы журналист, когда пишет, развивал себя. Настюх, спасибо тебе большое, что я вот так разоткровенничал тебя сегодня. Да ничего, нормально. Что ты пришла ко мне в гости. Как говорится, пожелать остается тебе только удачи, успехов. Ты очень большой молодец, и у тебя все будет хорошо. Я думаю, что мы с тобой вот лично, мы неоднократно еще увидимся. Неоднократно. Тебе, Дим, тоже успехов в тележурналистике. Я уверена, у тебя очень большое будущее. Спасибо большое. Будем стараться оба с тобой. Конечно. Уважаемые телезрители, а вам спасибо большое за внимание. С вами была программа «Про молодежь» студийная версия. Дмитрий Крунов, как всегда, с вами. Анастасия Демидова была с нами. Любите журналистику и, конечно же, будьте здоровы. И программу «Про молодежь» тоже не забывайте смотреть. Всего доброго. До свидания.